Всем привет, ребята, вы на канале Crypto Commons, коротенький обзорчик по биткоину решил сделать. На самом деле надо бежать, поэтому давайте так. Вот у нас биткоин, 15-минутный таймфрейм, локальщина для трейдеров. Что мы тут видим? Есть у нас закрепленные продавцы, вот тут вот, да? Вот тут вот есть у нас закрепленные продавцы на 15-минуточке, и, соответственно, канал, вот я по ним нарисовал, это уровни 63, 150, 64, 400, да, примерно. И вот у нас есть тут сильный массивный покупатель, хотя вот тут он тоже был. И получается, что вот я сделал так, что верхняя граница канала – это вот эти первые покупатели, а нижняя граница, точнее, даже вот здесь вот еще ниже, просто здесь основное скопление – это вот эти покупатели. Вот и все, мы имеем две зоны, то есть, в принципе, так-то мы уже в зоне продавца, если что, находимся с вами. Но в долгую, еще более в долгую, надо помнить, что вот тут у нас тоже был покупатель, смотрите. Поэтому это все тоже может быть дно. Вот, поэтому, как совершенно правильно кто-то позаметил, ничего не понятно, но очень интересно. Вот мы видим, что по 64 здесь хорошая стена сейчас стоит, но это все ерунда. В глобальном, конечно, срезе, где нас могут пролить там еще и на, да, куда-нибудь на 52, там, на 48 уронить. Перед уже продолжением полета на Луну, перед продолжением был рано, да, то есть, что такого? Халвинг у нас прошел, халвинг у нас прошел, поэтому почему бы нам не откатить, допустим, да, куда-то посерьезнее, там, хотя бы в золотой кармашек. Хотя мы уже туда кололи, слушайте, и на 0.78 укололи. Мы уже нормально кололи по последнему импульсу и, в принципе, уже отбились от сетки AMA Ribbon, да. То есть, тут, как вам сказать, поддержка-то тоже существенная, и в целом у нас зеленый манифлоу, и все на самом деле выглядит по быче. Поэтому, что нас спасет с вами в данный момент, так это инверсное состязание на Bybit. Оно уже началось, ребята, инверсный турнир уже идет. Все, кто торгуют с нами на Bybit, инверсные контракты, да, например, вот эти вот Litecoin, Ethereum, XRP, все, ну, Bitcoin, соответственно, DOT. Вот именно QSD, да, Cardano, у них там есть Solana, ваша любимая, Mana. Вот QSD, кто это торгует, тот, собственно, участвует. И в чем самый главный прикол, если вы еще не участвуете, переходите по ссылке, потому что регистрация все еще идет до 15-го числа. Еще 10 дней вы можете вступить, и еще 14 дней будут идти соревнования. У нас уже 50 трейдеров, но я думаю, что большинство до сих пор не знает, так что проверьте, вы наверняка еще не зашли и не нажали здесь участвовать. Все, что вам нужно, чтобы у вас на инверсном счету было хотя бы 100 USDT в любой из этих монет. Да, соответственно, обычные вот эти контракты, бессрочные USDT в учет не идут, то есть идут в учет только инверсные. И это как раз удобно, потому что вы можете торговать там более как-то долгосрочно или наоборот, ну, в другом стиле как-то торговать на обычном аккаунте, а на инверсном именно заморочиться, чтобы показать хороший PNL. В чем, собственно, фишка? Фишка основная в том, что в итог пойдет зачет только по одной инверсной паре, по одной самой успешной инверсной паре. Вот, допустим, у меня сейчас в моменте по XRP плюс 2%, значит, меня будут считать по итогам по вот этому, по самой лучшей паре. Поэтому вы можете это иметь в виду и всегда, если что, переторговать на какой-то другой паре, если вам не нравится, грубо говоря, результат ваш. Или, наоборот, вы можете взять одну пару какую-нибудь, скажем, которой вы меньше торгуете, да, и на супернизком бюджете, но на супервысоком риске потенциальном, да хоть на всех парах, понимаете, взять, как вот эти бомбочки, говорят, ставят, как бы в большом плече просто встать, грубо говоря, и потенциально на какой-то из пар у вас будет супервысокий PNL. Это, конечно, читерский такой, читерский способ, но вот по лайткоину я ведра растаял, как вы можете видеть, вплоть до 170 баксов. На случай, а что, может, добьет? Может, и выше даже добьет. Когда-то же памп все-таки начнется, слушайте, я вам хотел сказать еще такую вещь. Не забывайте о главном, мы все еще не то, что там на дне, мы под дном все еще, альтсезона, который у нас не начинался. Поэтому все вот эти уровни локальные, да, я тут вам могу показать, что я делаю. Вы же за это меня тоже и смотрите, я так понимаю, и лайки ставите. Вот, кстати говоря, да, активнее, ребята, ставьте лайки, не забывайте. И пишите комментарии, что думаете, потому что таким образом вы автоматически еще участвуете в розыгрыше крипты, не забывайте, который идет у нас на канале, абсолютно рандомно. В честь пробития 100 тысяч подписчиков на YouTube и 25 тысяч в телеге. Вот, добавляйтесь к нам в Telegram тоже, кстати, если вы еще не... Сегодня вышло интервью Артура Хейса, посмотрите обязательно, большое, очень интересное. Он там про мировую экономику, вообще, что в мире происходит, и про свой арткоин-портфель говорит. Зацените обязательно Артур Хейс, который CEO BitMEX, знаменитейший. Знаменитейший некогда биржи в свое время. Вот, так что, что, по лайткоину образовался вот такой восходящий каналчик, внизу которого мы сейчас и находимся. И у меня расставлено здесь несколько ведер по 85-88, но я вообще их сейчас, скорее всего, перерасставлю по-другому. Я думаю, что да. Не, просто в моменте, опять же, это надо скальпить. То есть, я-то все жду вот таких вот, да, историй. Но в моменте, пока идет турнир, их могут и не дать. Сейчас он походит в боковике, и все вот так вот, понимаете. И надо это тоже забрать. Он даже может сейчас не дойти и вниз пойти. Поэтому вот стоят ведра на покупку, и также стоят ведра на продажу. Тупо среднесрочную, даже краткосрочную, скорее, вот эту возню, которую многие трейдеры даже не забирают. Они просто стоят и ждут, пока им нальют иксы. Но про иксы тоже хочу я вам сказать, что альцезон-то он как бы не то, что еще не начинался или уже закончился. Он полным ходом, он полным ходом плавно, но идет, и набирает силу эта пружина. Поэтому что-то, какие-то монеты уже растут, выдают иксы. Вот мы видим, исходя из этой метрики. Какие-то только еще разминаются, так что нужно быть. Так что тут нужно быть как минимум в альтах, я считаю, просто уже, чтобы не пропустить их рост. Вот, по XRP у меня еще открыт трейд в инверсе. Также я собираюсь по битку открыть трейд. Возможно, это будет даже шорт, если мы сейчас сильно помпанем. Типа скальп, вообще, на суперкороткосрочный таймфрейм, это, возможно, будет шорт. Вот, но я точно еще не знаю. По XRP пока это лонг. Напишите в комментарии, какие трейды у вас, торгуете ли вы этим на бирже. Если торгуете, то напишите в комментарии, какие у вас трейды. Вот. По XRP тоже, смотрите, как он хорошо, на самом деле, смотрится. Не знаю, никаких целей пока давать не хочу. Кроме того, что, ну, вот это для суперкосрокеров вообще, вот, предыдущее сопротивление. В принципе, этот пик и также предыдущее сопротивление вот здесь явное у нас было на 55 копеек. Да, но, блин, я такое сам не торгую. Я вот вам это сейчас сдаю, но я, на самом деле, сам более среднесрочник, чем вот эта вся возня мышиная скальпинг. Но на трейдинг состязания именно это и надо. Вот, поэтому, ну, что, сейчас будем смотреть, будем плавно забирать и потом уже пошизим в сотом, я думаю, да, ближе к концу состязания. Как вам такой поворот? В общем, друзья, обязательно добавляйтесь к нам в инверсный турнир, если вы еще не по QR-коду на экране прям переходите и заходите. Они только в этот раз профокапились и не сделали лендинг-пейдж для смартфонов, для приложения. Поэтому нужно зайти, даже если вы со смартфона, придется зайти через веб-браузер, как бы, заавторизоваться на Байбит, чтобы вступить. Ну, вот такая вот фигня, но тем не менее. Да, давайте обновим, посмотрим, что происходит. О, я уже на четвертом месте, ничего не делав. И закончим мы с вами этот короткий обзор на том, что посмотрим пару очень важных твитов. Ну, во-первых, по альткоинам, по альткоинам, TechDev очень правильную вещь тоже вот показывает, что мы сейчас находимся в огромной, просто гигантской чашке с ручкой по капитализации альткоинов. Такой же, как находились в 2015-2016 годах. Ну, в 2016 мы уже из нее выходили. Это именно альты к битку. То, что мы увидели, как они полетели. Альты, точнее, это альты третьего эшелона к битку и альтам из первой десятки. Это вообще то, что надо. И вот оно сейчас нам показывает, что оно тоже вышло из этой чашки с ручкой и готово потенциально всех удивить. Потому что это, друзья мои, не что иное, как улыбка чеширского кота. А мы-то с вами знаем, чему это приводит. Да, это хопиум, который я вам даю, но это правда. Это также дисклеймер, который я не могу вам не дать. Нашел свой скрин старый еще с Binance. Смотрите, 2021 год тоже. Вот такое же было начало бычки, никто не верил. Профит-лосс, 2-дэй, смотрите, за день профит-лосс, 2 битка почти, 74 тысячи. Охренеть, за день такое было. Это опять же, не надо воспринимать, что это, естественно, оно такое было, а потом в следующие 3 месяца этот же профит и съедало. Немалую его часть, скажем, даже с хорошим, даже с риск-менеджментом, естественно, часть этого профита съела. Но, тем не менее, эти дни были, они есть и будут, надо это помнить. Их давно не было. Поэтому вот эта чашка с ручкой, которую я вам показал, она говорит о том, что именно вот эти взрывы начнутся. По-моему, это был памп эфира классика или еще чего-то, напомните мне. Мы его набирали с вами по 8 долларов, по 7, по 6, по 5, по 4, а он на 180 улетел. Вот, так что держите свои монеты, не продавайте ни в коем случае, по-любому, потому что они взлетят, как всегда, как только вы их продадите. Плюс, ну и печать денег запустили, как бы M.2 SL развернулась, поэтому, ребята, помните, нас год, чуть больше года по официальным данным дампели, в плане сокращали. Я не знаю, что они делали, сжигали, сжигали деньги, как BNB. Вот, а план B, кстати, товарищ, который тоже выпустил очередное видео, свое предсказание. План B, кстати, красавчик еще тем, что у него, смотрите, 250 тысяч просмотров уже на этом видосе, хотя он вышел всего 4 дня назад. Это при том, что у него 150 тысяч подписчиков. Вот, кстати, большой респект плану B. И мы перевели не только его видос, но также его твит, в котором он объясняет, что вот, я немного переработал модель Stock to Flow, теперь она еще четче, круче и еще прекраснее работает. И у нее, в принципе, всегда были погрешности, то в плюс, то в минус, но в целом-то в долгом мы понимаем, что биток идет наверх, ребята, поэтому учитывайте еще это также в своем трейдинге, то, что мы находимся в бычьей фазе бычьего рынка, как минимум сейчас. А у меня на этом все, спасибо, что смотрите, с вами был Гриня, это канал CryptoCommons. Добавляйтесь в турнир на Байбите. Также еще не забывайте, что на Гейте все еще идет депозитный 20 долларов подарок на депозит в 100, идет на бирже Гейт, по ссылке из описания. Так что, да, и скоро увидим, ну и лучший обменник WebMyCash, где, собственно, можно выводить профит с трейдинга или покупать крипту. Самое главное, обратите внимание на наличные, у них очень хороший курс, кэш-курьеры, ребята, в вашем городе, наверняка уже есть. А у меня на этом все, с вами был Гриня, это канал CryptoCommons. И скоро увидимся, пока-пока-пока. Но, если мы сейчас, конечно, пробьем вот этот канал, да, любой вам теханалитик еще скажет, и пойдем вниз, то это мы уйдем еще ниже, конечно же, значит. А вот если мы пробьем сопротивление и пойдем наверх, то все, это To The Moon, чуваки, это To The Moon. Все, я вас люблю и скоро увидимся, пока.